Здравствуйте, друзья! С вами снова OneSecond, и добро пожаловать в новое видео по F1 2021, и это второй этап у RL CIS Бельгия, и у нас присоединяется к чемпионату TRL Limitless. Что могу сказать насчет этого? Это, конечно, не CIS-драйвер, но это, наверное, получше, чем Штиф, потому что TRL Limitless с 200 тысячной аудитории, только сдал экзамен по-русскому, уже все забыл. В общем, да, в принципе, пусть гоняется, ладно. В общем, вы видите мой последний круг квалификации, плохой первый сектор, но на этом круг квалификации я показал, насколько же я тупой, потому что я срезал этот круг по настолько тупой причине, что я тупой, я мега тупой. Я мог снимать тут очень-очень много, и эта срезка мне дала ровным счетом ничего, но срез есть срез, затрался, вот что это такое, вот выехал я затрался немного, да, и мне дали срез. В общем, ладно, начинаем гонку с четвертой позиции, вместо позиции под номером 1, то есть Limitless на поле с временем пола 1.41.7, и я поставил 1.41.7, да, и я 1.41.3 проехал. Вот тут, кстати, мне бы дали бы срезку, но так бы я проехал бы просто более аккуратно, если бы без срезки ехал бы. В общем, проиграл легкий пол, но в Бельгии, ладно, четвертой позиции отыграться в принципе можно, трасса обгонная трасса прекрасная, я тут побеждал в PSGL, так что я тут вообще вот всех сейчас возьму, просто разнесу, размотаю и все в таком духе. Все, берегитесь меня, я выехал на охоту. В общем, закончил круг, 1.41.3 поставил, но за срезом, конечно же, Вадим Светуков тоже срезал, у него 0.4 было, то есть мы просрали первый ряд. Ладно, первый я Limitless, второй Зеленкевич, третий Дугин, я четвертый, поехали стартовать. Гастер стартует все с своих мест, стартует я достаточно хорошо, лучше Максима Дунина, лучше Олега Нападовского, который тоже возвращается после отсутствия на первом этапе. По внешней структуре пытаюсь пройти Дугина, но что-то как-то слишком широко я взял, в итоге пропустил Дугина тупо вперед. Подумал из-за лучшего выхода его пройти, но увидел, что перед нами в принципе из-за низких крыльев, которые у меня стоят, у меня стояли крылья 5.4, но на старте я забыл убрать передний крол, поэтому я ехал на 6.4. В общем, должно было быть 5.4, но крылья у меня все равно низкие. В общем, не жал я сильно батарейку в принципе, попытался по внешнему пройти Дугина, вроде как это получилось, но потом я словил снос из-за того, что полные баки, низкие крылья, все в таком духе. В общем, меня уже атакует Олег Нападовский, надо ему оставлять место, чуть-чуть он меня, кстати, провозит, но у меня внутренняя траектория к ноунейму уже есть. Мы едем бок о бок, он мне оставляет место и чуть-чуть выдавливая его, потому что, ну, поворот так взял, в общем, немного его выдавил, но остался впереди. Дальше на втором круге был ВСК из-за того, что кто-то у нас сошел, не помню кто. В общем, пытаюсь уже пройти я Максима Дугина, крылья низкие, просто летим, Лимитлос пока что-то не может держаться за Зеленкевичем, Зеленкевич пока что отрывается. А я сначала думал прожать ЕРС, потом не прожать, потом понял, что лучше прожать. В общем, решил давить Дугина, но он прямо передо мной смещался на точке торможения, залетел к Лимитлосу, в итоге развернулся, я его под делу, он проиграл по диссу, но не мои проблемы, лол, ты сам смещаешься на торможение. Ладно, дальше я уже на третьей позиции еду, и мы переносимся на третий круг, где случается у Дугина карма за смещение на торможение. В общем, он разбивает свой болид и выезжает, машина безопасности, под которой, нет, виртуальная машина безопасности, виртуальная машина безопасности, но выезжает, под которой я решил заехать в боксы и поставить медиум. Медиум, который доедет до конца, и ВСК, который экономит у меня очень-очень много времени, но, к сожалению, да, седьмой круг, СК. И я на старом комплекте, который старше всех вообще сейчас медиумов, на четыре круга, на этом комплекте мне предстоит воевать с просто той же позиции, на которой я и был, только Калдсфер не заезжал. Вот я как бы третий из тех, кто был на пидстопе, то есть, круто, круто, у меня вообще нету никакого преимущества, у меня только все очень-очень плохо, потому что комплект мега старый, а четыре круга разницы, это достаточно большая разница, особенно в СПА. В общем, ладно, рестарт, терял Лимитлос в трех десятых впереди, я выжимаю батарею, думаю, из-за низких крыльев его как-то пройти, кстати, на пидстоп я все-таки поставил пять-четыре крылья, которые были мега-андерсированными, но под конец, ладно, будет полегче. В общем, Лимитлос очень плохо вышел из оружия, я просто взял, решил его пройти. Бок-бок мы движемся, я в его базе двигаюсь на пути к следующему повороту, к следующей шикане, он мне очень мало места оставляет, потом нормальное место оставляет, просто я тупой почему-то, в общем, ладно, я просто тупой и, в общем, я чуть не развернулся. Дальше происходит мега-мега-мега батл, где Калцифер с рамком комплекта пытается пропустить Лимитлоса и задержать Зеленкевича. У него это прекрасно получается Лимитлос приезжать вперед, а вот только Калцифер и Зеленкевич погибают. Это так, на самом деле, смешно выглядело с моей камеры. В общем, я второй из-за низких крыльев, я упускаю Лимитлос вперед, то есть я вообще не могу за ним держаться во втором секторе, это было Unreal. В общем, напрямую меня прошли сразу и Назаров и Цветков, то есть Вадим вообще сорвался медиум, он подыска перешел на софт и думает, как-то доехать до конца. Тут девиза его выжимает, он получает 3 секунды, которые он в последствии снял. В общем, считаем, что он без штрафов. Я пытаюсь пройти девиза, пользуясь всей этой ситуацией. В общем, я его прошел, дальше я не стал показать момент, потому что там Вадим Арал. Дальше 14 игрок я заснял, как пришел к 12 момент. Это было очень смешно, я забрал на всю квартиру. В общем, 14 игрок выезжает СК, мы с Вадимом питьемся за новыми софтами, но да, как бы добылсаки пофиксили, но не совсем. Все-таки я проиграл время и проиграл, к сожалению, 2 позиции. Самая главная позиция, которая была проиграна, это позиция по отношению к Олегу Нападовскому. Мне его надо максимально сразу проходить, поэтому из-за того, что Вадим дает рестарт, у меня было некое преимущество перед Олегом. Я знал, когда нажимать на газ, хорошо вышел из автобуса на остановке, уже на пути к первому повороту пытаюсь его дайвить. Дайв очень-очень чистый, получился просто идеально попал на Апекс, не выдавливая никого за трассу. Мы с Олегом прошли первый поворот и я вышел победителем, я уже на третьей позиции. Дальше передо мной был самый главный мой сейчас соперник, это Дмитрий Назаров, потому что мне надо его срочно проходить, чтобы иметь преимущество нас вообще всеми. Потому что если мы с Вадимом будем лидерами вдвоем, то нас пройти будет, скорее всего, нереально. Мы просто можем каждую прямую обмениваться позициями. Кто нас пройдет еще? Никто. В общем, 18-й круг, спустя вот один круг, выжимаю батарейку на прямой кемель, кемель, да, вроде я не тупой. В общем, по внешней структуре пытаюсь пройти девиза, очень, на самом деле, нормально достаточно он мне составляет, но он-то знает, как бороться, да, точнее. В общем, ладно, дальше он как бы остается впереди, но я его перекрещиваю, пытаюсь задавить в следующий поворот. Мы оставляем друг другу мы место, но тут я не знал, как бы, на что он рассчитывал, он был далеко не... Ну, как бы он был со мной бок о бок в моей базе, но не как мы с Олегом на первом круге, в общем, из-за этого он потерял позицию по отношению к коллегу, его немного поставил боком. Ну, а дальше, 20-й круг, я не решился проходить Вадима, потому что он заслужил эту победу, в принципе, пусть победит, главное, чтобы... А, дальше я вернулся на первой позиции в личном зачете. В общем, 3 секунды он снимает, Олег на подоске, кстати, получил 3 секунды на последнем круге. В общем, результаты... результаты таковы, что подиум у нас выглядит таким образом. Вадим Цветков, я на второй позиции, и третий Федор Блохин, в общем, на Альпии. Ноэль теряет свой подиум из-за того, что у Вадима штраф снят, Олег откатывается далеко-далеко-далеко, он вроде на пятую позицию, и это для него достаточно плохо. Но, в принципе, ладно, вы сейчас увидите подиум, увидите результаты гонки, которые неподправлены, потому что я, как бы, графикой занимаюсь в АРЛе, но что-то как-то... Результаты гонки у меня нету, как-то никакого ПСДшника шаблона сделать, чтобы, как бы, сделать графику, да. В общем, перед вами сейчас результаты гонки, ну, а дальше перед вами результаты личного зачета. Да, все-таки я их, наверное, добавлю и буду делать видосы, как только будет подтвержден судейский личный зачет. В общем, ЛЗ выглядит таким образом. Вадим Цветков, первый, 37 очков, дальше Федор Блохин, 34 очка, Юспарек, 26 очков, ну, и я, четвертый, 23 очка. Вот так у нас пока что выглядит топ-4. Ну, и командный зачет тоже перед вашими глазами, мы лидируем с огромным преимуществом. Ну, и, в принципе, все. На этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был OneSecond, всем удачи, всем пока.